Попытка номер два. Еду гулять в новых ботинках. Попытка номер два. Еду гулять в Александров. Новые обуви, новые образы я сегодня никакие не буду снимать, потому что я не взяла с собой фотоаппарат. Даже все время я заметила, что если я беру с собой фотоаппарат, что-нибудь происходит, поездка вся обломается. А если я не беру с собой фотоаппарат, то все отлично. Вчера я хотела пофоткаться. Дождь. Настроение ужасное. Сегодня я охотик не взяла. Погода прекрасная, солнечная, но прохладная. Я долго не знала, что мне одеть. Особенно, что у меня обуть, потому что у меня кроссовки серые развалились. Красные как бы не в тему, потому что у меня нет вообще ничего красного. Хотя, если водолазку красную одеть, то можно было красные кроссовки тоже одевать. Ну, я, короче, стромозила, и тем более они все, короче, у меня грязные были, я их помыла. В общем, я в новых ботинках, надеюсь, они мне не натрут и не развалятся, и я их еще успею снять. Сегодня воскресенье. 29-е, наверное, даже число. И я сейчас вот как раз еду в Александров, уже с билетом, чтобы не прыгать, короче, с платформы, чтобы не разбить нифига смартфон, как в прошлый раз. Огромное спасибо дяде Руслану за то, что он починил этот смартфон мне совершенно бесплатно. Хотя починки у меня требовали 4000 за его ремонт. Дядя Руслан все это бесплатно сделал. И сделал хорошо, все работает. Он с Алиэкспресс заказывал сначала сенсорный экран, потом целый сенсорный блок. И, в общем, в итоге снова со мной мой смартфончик. И я решила повторить попытку съездить в Струнино. К сожалению, дядя Руслан сегодня, короче, не со мной, потому что, как я вот ранее говорила, у него, короче, произошло несчастье. Эти выходные мы проводим в разделе. Так, и что ж, ну вот я сейчас еду в Струнино, но я там выходить, наверное, не буду. Я хочу дальше проследовать в Александров. Может быть, мне удастся штурмовать. Я все хочу штурмовать Сбербанк. Потому что я никак не могу зарплату получить с карточки снять. Я забыла пин-код. И не могу вспомнить. А уже она, походу, заблокировалась, и нужно делать перевыпуск карты. А почему-то все Сберы не работают в воскресенье. И единственный Сбер, который работает в воскресенье, находится в Александрове. В Александрове там сводятся все дороги, короче, и Сбер работает даже в воскресенье. Но я не знаю, может быть, это миф. Это я просто в Яндексе посмотрела график работы, и там было написано, что там Сбер, короче, работает. А сейчас я подъезжаю к Струнино, и меня, наверное, плохо слышно. Я потому что в электрички еду. Билетик у меня тут с собой, нужно его не просрать. Леса все зазеленели, все стало такое зеленое. Я почему-то, я уже как говорила во вчерашних видосах, я очень-очень долго собираюсь, прежде чем выйти из дома. Я вот почему-то, я боюсь выходить из дома. У меня есть такой страх. Я боюсь, что вдруг я выйду, и там ко мне пристанут какие-нибудь бопники. Или какие-нибудь бабки начнут ругаться. Или дождь пойдет, гроза, ураган начнется сдувать у меня. Или я захочу в туалет. Я очень часто хочу в туалет, и поэтому прежде чем выйти из дома, мне нужно 10 раз сходить в туалет. Мне приспичивают 20 раз, и все равно, как только я выйду, у меня опять приспичивает сортир. Ну, сегодня почему-то не тот случай. У Александра есть туалет рядом с вокзалом. Он платный, правда, но он во всяком случае есть. Поэтому это меня не очень заботит сегодня. Ну, я заметила, я очень-очень долго собираюсь, очень долго не могу выйти. И выхожу в последний момент, и мне приходится бежать, просто ломая, ломая, роняя тапки через поле, короче. И, в общем, я вся потом прибегаю грязная. Потому что пока я бегу напрямик, успеваю прям буквально вот еле-еле на электричку. Я даже раньше пробовала часы переводить на телефоне на две-тые минуты вперед, потому что одно время я вообще не успевала. И я уже, когда прибегала на платформу, я видела, как двери захлопываются, электричка уезжает. А если она уже... Это еще маршрутку, можно там за ней побежать. Да, остановите, остановите, я не успеваю. Она, может быть, остановится, то электричка, все, если она уже начала двигаться, она уже не остановится. Если у нее двери закрылись, она уже все, я поехала. Она ради одного человека не успевшую останавливаться не будет, потому что тут строгое расписание. И, в общем, я так несколько раз опаздывала, и все равно вот для меня вот выйти, это просто подвиг. Я проснулась, сегодня проснулась, там пола одиннадцатого, думаю, чай, быстро, быстренько. Вроде ничего делать не надо, думаю, чай, куфеку попью, позавтракаю, душ приму и поеду гулять. Может куда-нибудь в Карабаново, может еще куда-то. И, в общем, пока я прособиралась, время уже три часа. И уже, а завтрашную работу, уже, собственно, особо далеко не уедешь никуда. Потому что вечно какие-то дела, там, белье надо было подразвесить постиранное. Потом кошка в коридоре на стола, по столу есть коврик, короче, надо было все это отмывать. В общем, вот такие вот дела. И я выделилась только три часа. Но хорошо, что сейчас конец мая, собственно, день длинный. Я думаю, часов до семи, то есть еще часа три-четыре у меня есть вполне спокойно. Еще будет светло, то есть можно будет еще погулять, поснимать что-то до вечера. Ну что ж, проезжаю Струнино, любимая. Пригорода Струнино. Все зеленое, небо такое, конечно, прикольное. Такую погоду только гулять и гулять. Ну вот. Не знаю, когда я это все выложу. Все так красиво расцвело. И почему-то, как только вот все эти леса, кусты, как только они вспенились белыми цветами, и началось вот это вот весеннее цветение, меня как-то переклинило. И мне стало очень-очень хотеться свадьбу. Вот у меня было несколько в жизни периодов, когда мне хотелось вот свадьбу, замуж. Ну первый раз мне хотелось там года в 23, когда я вот институт заканчивала, как многим молодым девушкам, у меня прям, у вас очень многие к концу, к окончанию института, к диплому начали выходить замуж. Уже там на диплом приходили деревянные, с животиками такие счастливые. И мне тоже хотелось. Но как бы тогда вообще как-то это было невозможно, нереально. Потом, когда я уже закончила институт и получила диплом, у меня еще когда я жила с бабушкой и с дедушкой, бабушка мне каждый день, буквально вообще каждый день, она так дробила мне мозг о том, что надо замуж выходить, надо замуж, а то поздно в путь никто не возьмет. Вот Струнина, подъезжаем уже. Вот это вот, наверное, для того, чтобы электрички ремонтировать, что это такое? Что-то непонятное такое. Ну вот. И как раз вот в то время, когда институт закончил, универ, Струнина. Следующая остановка Александров Первый. Александров Первый, вот следующая остановка. В общем, как только еще универ я закончила, у меня замуж собралась моя лучшая подруга. Она такая еще мне сказала, вот, мне уже 25 лет, типа мне пора, то поздняк будет метаться. Вот, в общем. И мне тоже очень захотелось. Я с бывшим парнем познакомилась, жилась, не так хотела я за него замуж. А вот вообще, ну, короче, не удалось. Это вообще никак не получилось. Следующая остановка. Александров Первый. Отдорожка в двери закрывается. Вот. И мне так просто это все хотелось сделать, что я даже сделала коллаж в фотошопе, где я в свадебном платье, то есть я вот отдельно нашла свою фотку, отдельно фотку машины, отдельно фотку свадебного платья, все это было, отдельно фотку букета, все это было, короче, сколлажировано, и выложила это на одноклассники. Но что-то как-то ни на кого впечатление это не произвело, моя владельца подошла. И эта фотка где-то там в баналах интернета потерялась, потонула, и никто ее уже не склонил. Кстати, вот, тут что-то ликует молодежь уже. Скоро это каникулы уже, многие не учатся. Ну вот, в общем, такое заблуждение. Некоторые думают, что вот, там вдруг я начну вести канал на ютубе, опозорюсь, и позор ты не оберешься, и мне этот позор... От Струнинская фабрика, смотрите, какая красивая. Короче, будут всю жизнь вспоминать позор, и никогда мне не отмыться от позорного позора. На самом деле нет. Интернет-слава, она очень скоротечна, и буквально, я говорю, достаточно того, чтобы с момента вашего искрометного публичного позора буквально не пройдет и года, ребят, вас уже забудут, и появятся новые мемы, новые приколы, потому что интернет, это как какая-то вот пучина моря. То есть сегодня море спокойное, завтра там штор. После завтра оно опять спокойное, то оно синяя, то оно черное, то оно зеленое, мне кажется. То есть вот, то же самое, это интернет и YouTube пространство. То есть сегодня там одного блогера обсуждает, сегодня обсуждает Антона Лес, завтра Елену Тура, после завтра Елены Мельчевы, а потом еще какой-нибудь блогер появится, там и постик будет перемывать. То есть там буквально каждый день новый персонаж, новый мем, и удержать вот эту славу очень тяжело. Многие люди, наоборот, стараются как-то, пытаются, даже деньги вкладывают, даже специально проплачивают там, чтобы про них говорили, чтобы там делали ссылки на их ролики, а все равно про них забывают. Так что, я говорю, вся вот эта вот интернет-слава, она настолько скоротечна, то есть, и то, что не думайте, что вот вы там как бы опозорились, и вам всю жизнь будет вспоминать. Я тоже когда-то думала, что ой, все, вот особенно там после некоторых моих роликов интимного характера, я думаю, блин, мне никогда не забудут, меня, наверное, будут все время на улице теперь узнавать и припоминать мне мои прозрачные трусы там, или что-то еще, банан. Я очень люблю банан. Я это видео убрала в закрытый доступ. Ну вот, на самом деле, очень быстро забыли про трусы, про банан, да и вообще, как я сейчас понимаю, я популярна только и всегда в селе, а стоит буквально объехать в соседнее село, там, не знаю, в Сватково, допустим, или в Посад, там меня уже никто не знает и никто не узнает. Так что вот эта вся интернет-слава, она очень-очень скоротечна. Я не знаю, даже знают ли мои сотрудники, может, они знают, может быть, нет, но подписчиков у меня пока очень мало. Но, постепенно их становится больше, так что я благодарю всех своих подписчиков, низкий вам поклон за то, что вы подписываетесь, за то, что вы комментируете, ставьте лайки, антилайки. Может быть, когда-нибудь, не знаю, я включу монетизацию, мне не придется больше работать, мой канал меня прокурмит, потому что я смотрю, что-то с работой опять напряженка, опять у меня такое впечатление, что ищу специалистов на мое место. Вот. Такие вот дела. А насчет свадьбы, что-то вот я говорила, то мне вот хотелось, это лет 25. Потом меня как-то отпустило, мне уже не хотелось свадьбы, денег не было, там всякие материальные появились, проблемы, то есть свадьбы мне уже не хотелось, мне хотелось просто замуж, повенчаться и замуж, носить кольцо на пальчики. И тоже у меня было, ну, лет 20 тоже, такая, короче, фишка, мне так хотелось кольцо на пальчик, что я просто сходила и купила себе это золотое кольцо, я надела его на пальчик, но оно очень быстро у меня потерялось. Вот. Потом мне очень хотелось венчание, а потом как-то расхотелось. Потом мне как-то одно время очень хотелось ребенка, когда вот мы только начали с дядей Русланом встречаться, мне хотелось тоже вот семью, ребенка, прям хотелось одно время. Я даже втайне на это надеялась, а потом в моей жизни произошли всякие гадости, всякие неприятности, о которых я пока не хочу даже говорить, потому что, я говорю, очень много хейтеров, очень много в селе людей, которые знают меня лично и знают, где я живу, как бы, и поэтому я не хочу говорить прям все, что произошло в моей жизни, тем более есть там еще различные негруды у меня, чтобы они, ну не хочу я как бы вот давать, кормить лишний раз тролли и рассказывать прям совсем все, что со мной случилось. Ну, в общем, со мной произошла целая серия неприятных событий, и после этого у меня как-то резко расхотелось и семью, и детей, но почему-то, вот недавно, как только, я говорю, началось вот это вот светение обильное, черемухи, вишни, рябины и всего прочего, мне почему-то резко, о, въезжаем в Александров, в пригород Александрова, контейнеры железные в полях, в общем, как только начало все вот это цвести, расцветать и пахнуть, и вспениваться цветами, мне как-то опять захотелось замуж, мне опять захотелось, я просто представила, как красиво в мае вообще выходить замуж, в белом платье, как красиво будут смотреться невесты на фоне вот этих вот цветущих черемухов, цветущих черемух, потом на фоне этих белых лесов, на фоне цветущих черемух кустов там сиреневых, яблони и прочее, короче, на фоне всего вот этого цветения очень красиво будут смотреться девушки в белых платьях, там с водой, со всеми делами, и мне вдруг так тоже этого захотелось, вот, так вот, и, короче говоря, И облом. Такие вот дела. Собственно, вот что я хотела вам сказать. Хотелось, хотелось, и все обломалось. В общем, приехала я, наверное, в Александров. Временно я отключусь, а потом снова, может быть, подключусь. Продумаю свой маршрут. Может, не стоит сразу идти в Сибирь, может, на ручок куда-нибудь сходить. Вот так вот такие вот дела. А так, конечно, классная была бы сейчас в СПСС. Сейчас вот там сила уже черемуха, но еще цветает только у нас, зацветает сирень, а впереди еще цветение июньских кустов, то есть или майских кустов, они тоже такими пышными белыми цветами цветут. А потом еще будут цветочки цвести еще впереди все лето, цветущие поля и все остальное. А потом осень будет золотыми листиками. И мне как-то стало грустно, что у меня никогда не было нормальной цивильной свадьбы, и такой красивой невестой в белом платье и в боте я никогда не была. И мне как-то стало так обильно вроде. Дело в том, что хорошо, когда невеста молодая, а не молодящаяся. Так вот, в 20 лет невеста юная, красивая. В 25, в 30, в 35 молодая, но вот в 40 лет она уже молодящаяся. И вот я так подумала, что о, как вечно цветет все, и сирень, и одуванчики, все такое. Яркие, яркие электрички. Вот даже на фоне таких ярких электричек можно будет фотографироваться в свадебном платье. Это смешно будет. Но это чисто так бы прикол. Вот у кого я говорю, так, срез нету, а что? Он, наверное, пошел, пофоткался где-нибудь. На фоне кустов цветущих, на фоне электричек красных, зеленых там попросить. Можно, может, там разрешат даже залезть. Найд distанует. Найд!